Думская ТВ О концерте лекции Во-первых, что за формат такой? Привычный ли для Одессы, непривычный? Расскажи, концерт-лекция, почему ты свит? Ну, не знаю, как для Одессы Для многих людей, которые не связаны С искусством напрямую Это новый формат по той причине, что Ты не просто приходишь и слушаешь музыку И думаешь, а что бы это значило А тебе еще как бы Да, и тебе рассказывают Ну, как бы не просто так, чтобы вот Сухо, так, педантично Рассказываю по тактам, что куда А именно с таким вот Посылом, чтобы больше вдохновлять публику Приходите еще и еще Ну, то есть это говорит о том, что каждая музыка Имеет свою риторику, свой смысл Да, не просто посидеть, послушать Еще понять, о чем она Конечно, это длинная история Вот такого музыкального языка, который есть в любом другом языке У нас есть три видеоматериала небольших Сразу предлагаю зрителям посмотреть Короткую информацию о Владе Бучко Это такая короткая биография Посмотрим и вернемся в студию Владислава Бучко Украинский композитор, пианистка, поэт и художник Родилась 29 июля 92 года Первое музыкальное произведение написала в 6 лет Им стал хорал «Рассвет» Закончила музыкальную школу при Киевской национальной музыкальной академии имени Чайковского К 13 годам написала порядка 50 музыкальных произведений В 2006 в 14 лет записала альбом детских песен в исполнении Национального президентского оркестра Украины С 2010 по 2015 студентка Киевской национальной музыкальной академии имени Чайковского Победитель и лауреат многих международных фортепианных конкурсов Италии, Франции, Испании, Кипра и стран СНГ В 2014 награждена премией Национальной музыкальной академии имени Чайковского В том же году состоялась первая художественная выставка Владиславы Бучко в городе Киеве С 2016 гастролирует по разным городам Украины с концертами и лекциями Продолжает рисовать, писать стихи и музыкальные произведения Богатая биография Что называется талантливый человек, талантлив во всем И сразу Перейдем непосредственно к концерту лекции, который совсем скоро состоится Вот хочется понять, обращая внимание, вот на что Музыкальные встречи это место единения людей, это понятно Желающих выбраться из колеса необходимостей, нужностей и неотложностей Что вы имеете ввиду? Ну, напрямую, когда человек, который занят бесконечным таким круговоротом событий И проблемы делаю, и мы часто становимся заложниками Надо, 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 надо покупать, надо зарабатывать на то, чтобы покупать Надо еще и туда и сюда А искусство, его как бы такая одна из целей Это останавливать время и показывать, где есть вечность Вечность это совершенно вне времени И человеку очень тяжело это понять, осознать вот именно головой Это можно понять только эмоциями И эти эмоции может дать только искусство А вот обратную, обратный отзыв чувствуешь от зрителя? Да, конечно Ну, не только же ты отдаешь Да, очень такой приятный момент, очень стеснительный А вот Одесса, публика Одесса, она вот чем-то отличается от публики в других украинских городах? Ну, смеются больше Все же А в Одессе это будет впервые? Да, да, да Ну, как бы был уже несколько, по-моему, месяцев назад Такой предварительный, щупальный такой вот концертик Но сейчас именно это уже больше как именно готовая программа А в Украине в каких городах получилось уже познакомиться? Я вот, я киевлянка, я очень большой фанат своего города И в основную свою деятельность концентрирую именно там И мне очень хочется киевлян, которые еще больше находятся в бесконечно вот этом мегаполисе Концентрировать не только на точки вот такие деловые, но и творческие Ну, я предлагаю не только киевлянам Одесситам, а сейчас посмотреть видеофрагмент лекции выступления Собственно, небольшой кусочек и уже сложить свое телевизионное мнение Конечно, оно совершенно другое, в отличие от присутствия Посмотрим давайте Он не мог его пить, он не мог остановить Он говорит, я настолько... Я не могу прерывать Музыка его одевает, и я просто записываю Кстати, у него была голова просто компьютер То есть он мог определить совершенно любую ноту, слышать все Дети развлекались, нажимали там кучу ног по клавиатуре Опускали в полотной, и он себя называл Вот эта симфония, она как раз о том, как двуяк дуален Амбивалентин Википедия Наш мир Насколько показное Такое броское, пафосное добро на самом деле Трансформируется И становится тем, кем оно является на самом деле Смотрите, сейчас мой первый кусочек, я разделила несколько кусочков Это тоже другое концептуально Вот, как открытие, как радость бытия Такого очень своеобразного Вот, например, что-то на поводу как Булгакова Наверное, в Москве, это спорного Но очень сильного Лада, я не сдержусь и процитирую Ну просто маленький Адольф сказал Прямо сейчас ты Доносит и доносит Доносится Доносится, доносится Не, правда Как оно чувствуется, взаимодействие? Ведь публика, собственно, Киев это одна публика Одесса это другая Может быть такое, что в процессе лекции и концерта Вот немножечко заговорится И вот это взаимодействие увлекает И, собственно, ну как-то идет по-другому Не по сценарию мероприятия Да, я думаю, вы тоже меня в этом поймете Иногда ты говоришь, ты там куда-то улетаешь своих мыслей И у тебя бац, белый листок такой перед глазами И ты такой раз, о чем я, собственно, говорил Ну тут, конечно, включаются такие юмор, обаяние, шарм Не, ну на самом деле это очень интересный процесс Потому что публика, она сливается в какой-то единый такой коллективный разум И ты чувствуешь ее настрой И регулируешь вот по ходу пьесы Ну это какие-то философствования, нравоучения Попытка донести, с какой целью Вот зачем тебя должны услышать? Есть такая вот проблема, я считаю, что Ну это не проблема, это мы сами пришли к этому Это не можно назвать проблемой все-таки К тому, что мы становимся немножко равнодушными Равнодушными не просто к чужой проблеме, горю там или еще чем-то А к жизни То есть мы теряем вот это восхищение, бесконечную радость Вот какую-то любовь, спокойствие И плюс забываем о том, что язык музыки, он такой же по наполненности Как язык любого из философов, любого из писателей Просто он другой Нам немножко его как бы отстраняют, вот эстрады Там тоже свои есть определенные плюсы Но все равно отстраняют, и мы начинаем вот уходить чисто в такие вот земные какие-то темы И вот так заземляться, заземляться, заземляться А человек, он по своей сути все-таки духовное существо И который постоянно должен стремиться наверх Не зря мы растем, не зря мы постоянно смотрим в небо Есть какие-то моменты А вот что зрители говорят, возможно, в соцсетях читаешь какие-то отзывы Вот вышла или вышел и почувствовал вот просто себя иначе Да, вот такой эффект? Да, да, были такие, да, очень приятные слова И особенно приятно было то, что... На самом деле это немножко с детства началось Я помню первый эфир на радио был в 11 лет Когда мы уже записали вот с президентом оркестром некоторые произведения И я произвучала в эфире, там, утренняя фантазия, там, в 9 лет написала И позвонила женщина в эфир и сказала, что у нее умерла 2 года назад мать И она никак могла прийти в себя И почему-то после этой музыки ей захотелось опять жить и любить эту жизнь Первый эфир в 11 лет, первое музыкальное произведение от тобой написанное в 6 Да Это как вообще, возможно? Как-то так вот вообще не знаю, как оно происходит Попробуем немножко разобраться, возможно, это подсказка для кого-то Какие сигналы были? Может быть, родители или рядом был сосед байнист Нет, ну, как бы, родители, они имели отношение к музыке Особенно дед, он очень любил и любит, и играл Но как-то вот есть такие, вот, бывает так, в семье так происходит А ребенок как бы и не хочет А я как-то так сразу раз и пошла Захоте Я помню просто, у меня, в принципе, сейчас такое же восприятие Но в детстве оно было еще ярче, когда ты постоянно чувствуешь, слышишь, ощущаешь Ты каким-то интуитивным способом, потому как звучит та или другая нота Ты вот начинаешь следовать Еще небольшую нарезочку, давайте прямо сейчас посмотрим из твоего творчества и вернемся Музыкальные встречи Место единения людей, желающих выбраться из колеса необходимостей, нужностей и неотложностей Так о своей программе говорит лично автор Владислава Бучко Музыкальные встречи О музыке, о душе и о смыслах Произведение украинского композитора Хорошо известны во многих странах мира Творческая встреча в Одессе состоится 23 сентября Лада, вот увидела ты сейчас себя на мониторе и что чувствовала? Вот какие-то приподнятые у тебя были настроения? Ну ты сразу включаешься в то, как ты чувствовал, думал, играл, соцениваешь сейчас так и так Ну а вот так же был эпизод в этом видеофрагменте, где немножко недовольна игрой Вот часто ли ты бросаешь листы с нотами, поднимаешься как-то там и немножко хватаешься за голову? Ну вот такие нервные моменты бывают? Конечно, очень много Эмоционально Очень эмоционально Это даже иногда мешает, потому что, да, там горячее сердце, холодный разум, а у меня все горячее получается Вопрос следующий Когда пришла идея вот совмещать лекцию с концертом? И, возможно, кто вдохновил? Кто сейчас этим занимается вот так же, как ты? Ну, допустим, это наш общий проект с Мариной Статкевич Так получилось, так судьба нас свела И сначала она там делала небольшие лекции по субботам о художниках И потом женщина, которая вела эти лекции, она уехала, и она предложила мне музыкальный Мы вот так вот делали по субботам, и как-то оно так пошло, пошло И вот мы решили просто вывести это немножко на другой уровень Ты говорила в начале нашей беседы, что ты любишь очень Киев Ну, понимаю, что и Украину, вероятно, тоже Если тебе будут предлагать с концертом лекции в Россию куда-нибудь поехать, исходя из ситуации Немного не могу не говорить о политике Ну, совсем чуть-чуть Согласишься? Ну, я думаю, что нет, по той причине, не просто по политическим причинам Я не уверена, что это нужно Есть люди, которые жаждут любви Есть люди, которые жаждут чего-нибудь обратного Не довестишь? Не ненависть, понимаете, есть Это очень двойственный вопрос, кто как себя идентифицирует Но люди и здесь, люди Это очень сложный вопрос А куда хотелось бы поехать? Вот в какую страну? Где, кажется, понимают? Или хотела бы поговорить со зрителем? Ну, за пониманием ездить очень сложно Очень трудно предположить, где тебя поймут И поймут ли вообще Я была очень, не очень, но в многих европейских, допустим, странах И мне очень нравится ментальность Отношение к музыке Кстати, оно на совсем другом уровне В том плане, что они четко понимают, что нация Это прежде всего их культура Культура — это культ солнца, культ света А Канада там большая диаспора Это почти тема нашего следующего получаса Без визы с Канадой у нас не будет безвизового режима В Канаду бы съездила? Съездила У меня там как раз подруга учится Давай прононтируем, когда можно послушать концерт Лекцию «Почёт и свит» Когда и где? 23 сентября, это пятница В 7 часов вечера Заведение «Даунтаун» Я, к сожалению, не помню Это улица Жуковская Но она там очень легко найти Этот «Даунтаун» В интернете можно Вот в 7 часов Там я буду И один раз? Да, один раз По идее, может быть, к одесситам Я с удовольствием буду приезжать раз в месяц Каждый раз с новой программой Я очень надеюсь, что так оно и будет Желаем тебе успехов И призываем, наверное, вместе с тобой, одесситов Прийти, послушать и посмотреть Спасибо большое Спасибо тебе У нас в гостях была Владислава Бычко Музыкант, композитор Ну и вообще хороший человек Поэтому, друзья, имейте время Приходите и послушайте концерт-лекцию Мы прерываемся на небольшую рекламу И вернемся в студию Поговорим о том Что Канада, собственно, не дает визы Украине Обсудим этот вопрос Дождитесь Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»